здравствуйте уважаемые студенты дисциплина охрана труда тема номер девять производственное освещение сегодня мы рассмотрим четыре вопроса основные светотехнические величины виды производства освещения основные требования производства освещения источники и светильники так вспомним световое излучение на какие же длинные волны он делится из какие длин волны состоит смотрите длина волны от 780 до 380 нанометров это у нас оптические излучения вот в пределах длинные волны в пределах пятьсот шестьдесят пятьсот нанометров это у нас посмотрите это гамма-излучение рентгеновское излучение ну и ультрафиолетовая часть также радиоволны инфракрасное излучение это волны от 590 до 560 нанометров так мы вспомнили это все световое излучение и так световое излучение имеет основные показатели это количественные и качественные количественным показателем четыре параметра это световой поток который обозначаем через букву фи единица измерения в люменах это часть лучистого потока воспринимая органами зрения человека как свет характеризует мощность светового излучения карманный фонарик допустим обладает 6 10 люмен лампа накаливания при 100 ватт 1350 люмен сила света единица измерения в канделах обозначаем через букву и это пространственная плотность светового потока определяется как отношение светового потока фи к телесному углу в пределах которого равномерно распределен этот поток то есть перед вами это следующая формула и равно фи на тетто освещенность следующая величина обозначаем через букву е единица измерения люкс освещенность это поверхностная плотность светового потока перед вами формула е равно f на с освещенность поверхности земли посмотрите в ясный день летний день 80 90 тысяч люкс в пасмурных 5000 люкс освещенность поверхности снега в безлунную ночь посмотреть 0,3 десятитысячных люкса в полнолуние 0,2 люкса а в солнечный день 10 5 степени люкс видите какая очень большая разница яркость следующая величина это у нас мы обозначаем через букву r единица измерений кандела на метр квадрате светотехническая это величина непосредственно воспринимаемая глаза определяется выражение r равно и на s умноженный косинус альфа s здесь у нас световая поверхность альфа это угол между нормалью к поверхности и направлением и сетчатский глаз яркость некоторой поверхности посмотрите снег безлунную ночь имеет яркость при 0,5 десятитысячных в полдень 5 освещено прямым солнечным светом 30 тысяч ночное безлунное небо имеет 0,1 десятитысячные а белая бумага при освещенности 3050 люкс 1015 яркость освещено прямым солнечным светом 22000 луна когда он имеет полный диск 2500 пламя свечей 5000 люминцентная лампа 7000 это яркость следующий это качественный показатель это контрастность острота зрения поле зрения время зрительного восприятия ослепленность при недостаточном освещении зрительное восприятие снижается развивается близорукость появляется болезни глаз головные боли и может быть причиной естественно производства травматизма а постоянно перевод взгляда с достаточно освещенного предметом на плохо освещенный вызывает такую болезнь как нестаг виды производственного освещения в зависимости от источника света производства освещения бывает трех видов это естественное которое осуществляется прямыми отраженным светом небо проникающие световые проемы в нужных наружных ограждающих конструкций зданий искусственное освещение электрические лампы или прожекторы и бывает смешанные то есть при котором недостаточное по нормам естественных освещений дополняется еще и искусственным естественно освещение свою очередь имеет следующее достоинство это благоприятно для глаз человека спектральный состав не требует затрат энергии недостатком что является неравномерная освещенность во времени и пространстве то есть освещенность помещения естественного света зависит от цветового климата данной местности ориентации окон качество и содержание оконных стекол то есть стекла всегда должны держать должна держать чистыми окраски стен глубины помещения размеры световой поверхности окон а также предметов закрывающий свет то есть чем больше окно тем будет запоникать свет искусственное освещение он делится на три вида то есть это рабочие аварийные охраны давайте рассмотрим каждый из них рабочие освещение предусмотрен для все помещения за зданий а также участков открытых пространств предназначен для работы прохода людей и движение транспорта он делится на два вида это местные и общее аварийное освещение предусматривается на случай внезапного отключения рабочего освещения она необходима для продолжения работы или вывода людей из помещения и составляет не менее но целых три десятых люкса на уровне пола он делится на два вида это освещение безопасности которое предусматривается в случае если отключение рабочего освещения связано с этим нарушений обслуживание оборудования и механизмов может вызвать взрыв пожар отравление людей длительное нарушение технологического процесса ну и эвакуационное освещение предусмотрено в местах опасных для прохода людей в проходах и на лестницах служащих для эвакуации людей основные требования к системам производственного освещения соответствие соответствие освещенности рабочих мест характер выполняем за зрительной работы равномерность определения яркости на рабочих поверхностей в окружающем пространстве отсутствие раски теней прямой и отраженной блескости постоянность освещенности во времени оптимальная направленность излучаемого осветительным приборами светового потока долговечность экономичность электро и пожаробезопасность эстетичность удобства и простота в эксплуатации нормирование общественной освещенности по снепту санитарно нормам и правилам естественное искусственное освещение производится в зависимости от характера зрительной работы системы и вида освещения фона и контраста объекта с фоном нормирование естественное освещение естественное освещение постоянно меняется но вы знаете в связи с тем что если у нас идет дождь то погода пасмурная естественное освещение будет у нас слабое поэтому его нельзя характеризовать абсолютной величиной освещенности поверхности для его характеристики пользуются коэффициентом естественной освещенности сокращенно то есть мы его обозначаем через маленькую букву е она равна отношению е большое то есть это освещенность на рабочем месте к е нулевому освещенность на улице и умножим на сто процентов к его зависит от разряда работ конструктивного исполнения величина к его лежит в пределах от 0,1 до 6 процентов нормирование искусственного освещения это величина освещенности рабочей поверхности е контроль освещенности проводят люксметром объективный люксметр представляет собой фотоэлемент соединенность миллиамперметра величина тока регистрируемой миллиамперметром зависит от освещенности элемента в учебных помещениях парты и столы размещают так чтобы свет падал с левой стороны от обучающихся высота подвеска светильников должна быть не менее полтора метра два с половиной метра источники света это у нас лампы газоразрядные люминсентные дуговые штукные лампы перед вами вот рисунок есть также лампы накаливания а теперь рассмотрим какими же достоинствами обладает лампа накаливания это удобство в эксплуатации простота изготовления низкая инновационность при включении отсутствие дополнительных пусковых устройств но он же имеет и недостатки это небольшой срок службы до двух с половиной тысяч часов низкая световая отдача и преобладание излучение в желто-красной части спектра искажение цветового восприятия то есть все все что мы наблюдаем через лампы накаливания мы будем иметь грязный цвет иначе не четкий цвет люминсентные лампы которыми мы сейчас пользуемся все практически какими же достоинством обладает это повышенная световая отдача большой срок службы 10-15 тысяч часов благоприятный спектр излучения то есть он очень близок к спектру естественного света но также он имеет недостатки это пульсация светового потока то есть тробоскопический эффект опасность производства травматизма то есть когда люминсентные лампы подходит его срок службы то у него начинается стробоскопический эффект то есть пульсация также применение пусковых устройств сложность изготовления и эксплуатации по распределению светового потока в пространстве светильники прямого рассеянного преимущественно отраженного и отраженного света итак посмотрите перед вами прямой свет отраженный свет и рассеянный свет вот такие светильники обладают вот таким светом для повышения освещенности за счет отраженного света стены потолки полы окрашивают светлые тона потолки белый цвет верхней части стен в серый голубой нижние коричневый серый синий темно-зеленый вспомните в школах всегда именно таким цветом красят движущиеся оборудование окрашивают красный цвет желтыми или черными полосами один из факторов влияющих на безопасность вода является рациональная окраска помещений и оборудование правильно подобранные цвета благоприятно влияет на психику работающих уменьшает и зрительную и общую утомляемость и так все окружающие цвета подразделяются на два вида это ахроматические посмотрите даже сам блок у меня имеет белый черный и оттенки серого цвета и хроматические цвета то есть все остальные цвета и оттенки хроматические цвета характеризуются тремя величинами это цветовым тоном который определяется длиной волны измеряемых в нанометрах насыщенностью приближение цвета к чистому спектральному тону яркостью оценим коэффициентом отражения все цветовые тона объединяются в три группы или участка спектра и так длинноволновые от 760 до 590 нанометров имеет цвет красный оранжевый средневолновым относится длина волны от 590 до 500 нанометров цвет желтый зеленый и красковолновые от 500 до 380 нанометров длина волны но и цвет естественно вы видите голубой синий фиолетовый но если поговорить о цветах то посмотрите цвета которые входят в длинноволновую тут это красные цвета оранжевые говорим то участка этого цвета спектра вызывает возбуждение повышенную подвижность но приводит к быстрому утомлению допустим человек одет в красный цвет то естественно это яркий возбуждающий бутыражающий цвет но правда конечно человек быстро устает от этого цвета средневолновый цвет он все таки благоприятно влияет на состояние человека снижает утомляемость это желтый зеленый цвета ну и кратковолновые посмотрите из голубой синий фиолетовый он естественно будет оказывать успокаивающие влияние и действия итак цвета также еще делится на два вида это теплые цвета и холодные теплые они ассоциируются с нагретыми телом то есть горячие иначе говорим это у нас красный как вы видите оранжевый желтые цвета холодным цветам что относится который напоминает цвет воды льда это у нас фиолетовый голубые и зеленые цвета большое значение имеет использование цвета для привлечения внимания человека к опасным местам на производстве сигнальными цветами являются красный цвет он воспринимается как запрещающий желтый для привлечения внимания зеленый для обозначения безопасности ну и синий его искусств в качестве информационного и так и напоследок вопросы для самопроверки пожалуйста проверьте себя можете проверить на этом у нас урок закончен до свидания субтитры Продолжение следует...